Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Росла без мамы, она меня оставила на свою мать. Моим воспитанием занималась бабушка, которая была очень строга ко мне. Отца также в моей жизни не было. В детстве не получила ни любви, ни поддержки от родственников, которые оказались нерадными. Когда я выросла и пыталась наладить контакт с матерью, то она проявляла ко мне холодность и безразличие. Мама очень эгоистична и успельчива. Когда я звонила ей, чтобы получить моральную поддержку, она вливала на меня негатив и обвиняла во всём. Глубоко внутри чувствую себя одиноко. Ни друзья, ни отношения не могут закрыть брешь в душе. Как будто нет опора внутри меня. Очень тяжело морально жить и преодолевать трудности без этого опоры в виде родительской любви. Как помочь себе, чем закрыть брешь и внутреннюю боль от непринятия самым близким человеком? Смотрите. Главный и основной вопрос заключается в том, как вы пришли к тому, что вам именно не хватает родительской любви. Это первое. То есть вы пишете вам тяжело морально жить и преодолевать трудности без опоры в виде родительской любви. То есть, что значит тяжело морально жить? Ну что это значит? Как вы это связываете с родительской любовью? Вот. То есть, да, вы росли без мамы, папы не было, воспитанием занималась бабушка, она была строга, да, это правда. Вот. Но вы, получается, как-то именно приходите к выводу, что вам тяжело морально жить и преодолевать трудности без этой опоры. То есть, по большому счёту, у вас есть такое ощущение, что сами вы не справитесь и как будто бы у меня возникло такое впечатление. То есть, вообще вы не достойны жить. Вот. То есть, такое вот внутреннее обесценивание получается от себя. Вопрос заключается в том, значит, откуда это обесценивание идёт? То, что вас оставила мама на твою бабушку, является ли обесцениванием это? Вот. Или то, что ваша бабушка была к вам строга и вы, например, вынуждены были её слушаться, не позволяя себе чего-то и так далее. Вот. То есть, у меня такое ощущение возникает, что вы в определённый момент в своей жизни заметили, как живут другие. Например, другие дети, у которых есть мама и папа, вы стали себя с ними сравнивать и сомнение было не в лучшую пользу. Соответственно, вам кажется, что если бы у вас всё это было, то были бы вы более счастливы и так далее. На самом же деле это не так. Вот. И то, что вы чувствуете себя одинокой, связано с тем, что вы себя не принимаете. Вы не принимаете себя. То есть, что-то в себе вы отторгаете. Вот. Что это, как именно вы это делаете, необходимо выяснить для того, чтобы как раз таки это скорректировать. Следующий момент. Вы, получается, называя маму эгоистичной и называя её спильчевой, звоните ей для того, чтобы получить поддержку. Здесь, я бы сказал, имеет место быть история, связанная с тем, что вы как будто бы отказываетесь принимать реального человека. То есть, реальный человек – это тот, кто есть в настоящее время, это тот, кто обладает определенными, ну, скажем, скажем так, определенными ресурсами. Вот. И определенными возможностями. Так вот, вы как будто бы игнорируете эти определенные ресурсы, игнорируете эти определенные возможности, которые есть у вашей мамы. Требует от неё, от того, что дать она вам не может. То есть, не принимая её. Получается. Само собой, что вы её не принимаете, потому что вы не принимаете себя. Само собой, что друзья, вот как вы пишете, да, что не друзья, а отношения не могут закрыть эту брешь. Друзья отношения не могут закрыть эту брешь, потому что вы также не принимаете своих друзей и партнёров в отношениях. Полностью вы этих людей не принимаете, так же, как не принимаете себя. Вот. Из-за этого не могут закрыть брешь. Значит, следующий момент. Вы говорите о том, что вам тяжело морально жить и преодолевать трудности. Смотрите, какая штука. Если вы относитесь к жизни и к трудностям как к чему-то ненормальному, как к чему-то неадекватному, как к чему-то такому, допустим, с чем вы сами не можете справиться. Вот. То здесь какая штука. Здесь штука, во-первых, в личных границах. То есть вы берёте на себя слишком много возможностей. Вот. И в внутренней борьбе за справедливость. То есть вам кажется, что эти трудности, которые вы преодолеваете, например, это наказание вам или это несправедливо. То есть это, по сути, вот что-то такое, да, чего с вами быть не должно. То есть, по большому счёту, это отрицание личной ответственности здесь. Что, в принципе, вполне часто бывает, когда мы растём в связке со строгим родителем. В данном случае строгий родитель – это бабушка. В вашем случае также строгим родителям может считаться ещё и мама, которая вас отвергает. Но! Отвергает она вас только я бы сказал вашим воображениям. Потому что на самом деле она вас не отвергает. Чтобы вас отвергнуть, нужно вас принять. А на мой взгляд, ваша мама никогда вас и не принимала. Ну, видать, чтобы она не отдала вас на бабочку. Вот. Так что здесь тоже вот вопрос, особенность вашего восприятия играет роль. Вот. Но не ключевую в данном случае. Ключевую роль играет именно то, как вы относитесь к жизни и как вы, так скажем, воспринимаете, ну, действительно, те трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Что помогает человеку действительно проживать, преодолевать, справляться с проблемами. Это помогает ему цель. Это помогает ему ценность. Это помогает ему приоритетам. Это помогает ему интерес. Вот давайте посмотрим. Если что-то из этого у вас. Если да, если есть, то как это представлено? В виде чего это представлено? Если цель, то какая она у вас глобальная по жизни? На мой взгляд, сейчас ваша цель заключается в том, чтобы найти человека, в идеале заменяющего вам родителя или похожего на родителя, и в нем раствориться. То есть полностью, как бы, передать, если угодно, ответственность за себя ему. Вот. Именно отсюда, на мой взгляд, и возникает вот эта тенденция, что вы, по сути, ищете на кого бы опереться. То есть вы не имеете, судя по всему, интереса к своей жизни. Вы можете сказать, ну да, я не имею, потому что в детстве меня подавляли, да, и так далее. Что ж, я согласен. Я согласен с тем, что в детстве вас действительно подавляли, но... Подавление, в первую очередь подавление, вызывает злость. Ну, как любое, в принципе, вторжение, да, в личное пространство наше. У меня вопрос, разрешаете ли вы себе злиться на маму и бабочку, не обижаться, а именно злиться? Потому что обида – это внутреннее требование к человеку. А злость – это история про ограничения. Мне кажется, что вам сложно говорить «нет», если вы на человека не обижены. И на самом деле, ваше «нет» – это «да», но только после того, как ты сделаешь для меня то, что я хочу. Созникает то, что внутренне вам сложно говорить «нет». Опять же, из-за проблем с амазами. Так вот, вероятно, ваших трудностей в жизни было бы меньше, если бы вы обладали более четкими границами. Вероятно, вам было бы легче жить, если бы вы пересмотрели свое отношение к морали, потому что я не очень понимаю, что значит тяжело морально жить. То есть, в данном случае, я предполагаю, что если вам морально тяжело жить, значит, в вашей жизни происходит что-то аморально. С вашей точки зрения. Что это? Сам факт вашего существования или постоянное спаривание от себя, своих решений? Или постоянная борьба с тем, что вы делаете что-то неправильное, что в принципе вы какая-то неправильная и так далее? Вот это ключевой момент. То есть, сейчас вы увидите ключик в других людях, но ключик находится в вас. Безусловно, существуют способы, правда, существуют способы почувствовать себя любимым. Это можно сделать, это не сложно сделать. Но наработка своего собственного фундамента, вот вы говорите, что нет в вас внутри опоры. За счет чего? За счет чего? То есть, за счет чего у вас нет опоры? Где, как это чувствуется? И, каким образом вы приходите к тому, что это опора и есть родительская любовь? Вот это то, как мне кажется, что вы сами для себя сформулировали когда-то. Что вот, я в себе как-то не уверен, и это потому, что меня не любили близкие люди. Вот, и поэтому я буду, значит, что стараться завоевать их любовь, а если у меня не получится, то я буду страдать. И таким образом, например, накажу тем, кто меня не любил и кто меня не принимал. Вот. Но по факту здесь кроется страх неудачи. И когда человек в себе не уверен, он боится неудачи, потому что неудача его характеризует. В вашем случае вы просто замаскировали, как мне кажется, свой страх неудачи вот этой истории про родительскую любовь и так далее. Вот смотрите, довольно просто, я надеюсь, будет вам это показать. Вы говорите, тяжело жить и преодолевать трудности. Окей, хорошо, допустим. Смотрите, ну первое в чем тяжесть вашей жизни. Да? Я думаю, что вы не будете спорить с тем, что здесь, вот здесь уместно посмотреть на то, как живут другие. Ну, например, допустим, другой человек точно так же находится в вашем положении. Вот так же нужно преодолевать те же трудности, что и вам. Он испытывает те же, например, моральные конфликты, что и вы. Да, допустим, ну, может быть, немножко другие. Но почему-то ему легче, да? То есть почему-то он не ищет опору в других. И вы здесь можете сказать, это потому, что у него были и есть близкие люди. То есть иными словами. Вы здесь, если вы так говорите, отрицаете факт того, что человек может сам. То есть вы постоянно как бы требуете от себя больше, чем вы можете. В общем, прикол. Именно поэтому вам тяжело жить и преодолевать трудности. Вы можете их не преодолевать. Вы можете не вести борьбу, например, ну, морально. Понимаете, да? У вас высокие требования к себе. Завышенные. Откуда они? Потому что вам кажется, что и бабочка, и мама вам их приземляют. Вам кажется, что мама выливает на вас негатив и обвиняет вас во всем. Именно потому, что есть требования к вам. И вы стараетесь эти требования удовлетворить. Для чего, собственно, и завоевываете любовь, пытаетесь и так далее. Вот. Понимаете, да? Вот, обратите внимание на следующую фразу. Мама очень эгоистична и вспыльчива. Когда звонил ей, чтобы получить моральную поддержку, она выливала на меня негатив и обвиняла. Вот смотрите, вы звоните эгоистичному человеку, чтобы получить моральную поддержку. Ну, первое, что хочется спросить. А это тот человек, который может вас морально поддержать? Второе. Или вы звоните маме просто потому, что она мама по крови. Ну, вот есть такое ощущение, что вы кровно-родственного человека, да? Воспринимаете как кого-то особенному. Это не так. Здесь вы обесцениваете личностную составляющую. И это не случайно. Потому что в личностной составляющей вам необходимо делать выбор. Вам необходимо презентовать и репрезентовывать себя, чтобы устраивать отношения. А с родными людьми, в кавычках, этого делать типа не надо. Поскольку вы не уверены в себе, вы боитесь неудачи. И вы пытаетесь себя защитить таким образом. Понимаете, да? Я бы рекомендовал психотерапию. Вот. И последовательную работу с теми проблемами, которые я вам озвучил. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.